Пока это больше похоже на набор не связанных между собой звуков, но пройти мимо этого миража на берегу реки Кристина не могла. И пусть пианино пока не настроено, девушка не играла больше трех лет. Увидев инструмент, руки вспомнили. Я забросила как-то пианино. И сейчас, когда буду гулять, буду вспоминать, обязательно приходить сюда и играть. Для этого считается как украшение города. Инструмент появился благодаря Андрею Витовтову, жителю дома на речном вокзале. Однажды, гуляя по Томской набережной, он увидел пианино, вокруг которого были десятки людей. Все они играли, а завораживающие звуки музыки разносились на десятки метров над рекой. Посмотрел, понравилось. У одного моего знакомого приятеля оказался практически ненужный инструмент. Я говорю, отдашь? Он говорит, ну пожалуйста, забирайте. Вот привезли из Белоярска. Если просто даже кто-то сфотографируется и у него поднимется от этого настроения хоть на какой-то небольшой промежуток времени, то уже будет лучше. Оставить инструмент без голоса автора идеи не смог и пригласил известного барнаульского настройщика. Сергей Степанов заставит звучать по-новому даже самая старая пианино. За 40 лет работы мастеру покорилось больше тысячи музыкальных инструментов. И этот не стал исключением, но потребовалось почти три часа. Представьте, вечерами горит свет, шумит вода и звучит музыка на фоне кораблей, звука машин, автомобили с моста. Здорово все это. Одинаковых инструментов не бывает. Инструменты все разные. У каждого инструмента своя жизнь. Вот у этого теперь своя жизнь новая. Ну что ж, инструмент настроен и ждет музыкантов. Пианино находится по адресу Приречная, 5. Приходите, играйте композиции и любуйтесь прекрасными видами. Валентина Аскирова, Александр Антропов. Наши новости.